Тимченко Геннадий Николаевич. Российский предприниматель, общественный деятель, вице-президент Олимпийского комитета Российской Федерации, председатель совета директоров КХЛ и президент хоккейного клуба СКА, владелец инвестиционной группы «Волга Групп», один из самых богатых и успешных бизнесменов России и Финляндии. Его считают влиятельным человеком в бизнес-сфере страны, за счет чего с ним стремятся сотрудничать не только российские, но и зарубежные предприниматели. Геннадий Тимченко родился 9 ноября 1952 года в армянском городе Гюмри. Его отец был военным, причем несколько лет его службы прошли в группе советских войск в Германии. Поэтому будущий миллиардер провел 6 лет своего детства в Германской Демократической Республике, где сумел с легкостью выучить немецкий язык. Среднюю школу окончил в небольшом городе Болграде Одесской области, но высшее образование получал в Ленинградском военно-механическом институте. Из стен вуза бизнесмен вышел с дипломом инженера-электромеханика, с которым устроился Нойжорский завод, специализирующийся на производстве крупных электрогенераторов для атомных и электростанций. Старт в карьере Тимченко наступил неожиданно. Молодой человек владел немецким языком, что позволило ему получить место в торговом отделе предприятия, откуда Геннадий с места мастера смены смог вырваться в Министерство внешней торговли СССР. Работа на новом месте старшего инженера предполагала частые поездки за границу, что не могло не сказаться на мировоззрении Тимченко. На госслужбе Геннадий Николаевич проработал 6 лет, а после этого, благодаря собственному профессионализму и целеустремленности, попал в нефтяной бизнес, получив назначение на должность заместителя директора государственного нефтеперерабатывающего завода Кириши нефтехимэкспорт, который входил в тройку крупнейших НПЗ страны. На предприятии Геннадий Тимченко начал общаться с Андреем Котковым и Евгением Маловым, которые впоследствии стали его партнерами по бизнесу. Так как экспорт нефти за рубеж требовал согласования с закрытыми госструктурами, друзья согласовывали проект из КГБ через бывшего офицера службы Андрея Паникова. Благодаря стараниям военного партнерам удалось выйти на финских коллег и создать компанию «Юралс» для проведения операций по внешней торговле. Тимченко выстроил первые маршруты экспорта нефтепродуктов из СССР на Запад, что сделало Геннадия Николаевича ведущим нефтяником страны. После развала Советского Союза в 1991 году Тимченко переехал в Финляндию и вскоре возглавил компанию «Юралс Финлянд Ой», переименовав ее в «Интернешнл Петролиум Продакш Ой». Компания специализировалась на импорте российской нефти в Европу. Это предприятие стало закупщиком продукции завода «Кириши нефтехимэкспорт», на то время будущий миллиардер еще числился его руководителем. В 1996 году, в период глобальной приватизации в России, Геннадий Николаевич выкупил у государства «Кинекс» и на его базе со шведским партнером основал нефтетрейдинговую компанию «Ганвар». Через данную организацию осуществлялся экспорт за границу российской нефти ведущих предприятий страны, в число которых вошли «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «ТНК ВР». В 2007 году доходы «Ганвар» достигли 70 миллиардов долларов и Тимченко решил стать учредителем собственного холдинга без напарников. Тогда родилась компания «Волга Групп», специализирующаяся на инвестициях в развитие российского бизнеса в перспективных отраслях, транспорте, энергетике и инфраструктуре. В активы группы входят акции российских предприятий «Новотек», «Стройтрансгаз», «Трансойл», «Суходол», «Петромир», «Сибурхолдинг», «Калмар», «Сахатранс» и «Банк России». Помимо энергетического, банковского, страхового, спортивного, культурного и транспортного направления, миллиардер инвестирует в развитие продовольственной сферы. Тимченко владеет 100% акций производителя питьевой воды «Акваника». А в 2014 году портфель активов группы пополнился акциями Alma Holding, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания и безалкогольными напитками. В том же году Геннадий Тимченко возглавил российскую группу бизнесменов Российско-Китайского делового совета и заявил о готовности инвестировать в новые проекты на Дальнем Востоке. Также в 2014 году он продал собственные активы в компании Ганверсоучредителю. Это было сделано за день до введения США санкций против Тимченко. Миллиардер для себя считает введенные против него меры воздействия высокой оценкой, означающей весомый вклад в развитие экономики России. В конце 2018 года таблоиды вновь заполнились фамилией Тимченко. Внимание пресса было вызвано покупкой винодельни усадьбы Девноморская в Краснодарском крае. В октябре 2019 года в том же Краснодарском крае продовольственная компания Alma Holding приобрела 1000 гектар для расширения своих яблочных садов. Личную жизнь Геннадий Тимченко тщательно скрывает от глаз общественности. Жена миллиардера Елена уже несколько десятков лет является бессменным партнером олигарха как по жизни, так и по бизнесу. Супруги ведут общую благотворительную деятельность. Совместными усилиями они основали крупнейший в России фонд Тимченко, деятельность которого направлена на поддержку семей и детей, людей старшего поколения, развитие культуры и спорта. Помимо благотворительного фонда Геннадий Тимченко считается российским меценатом, так как из собственных средств выделяет деньги на возведение и восстановление церквей на территории страны. У супругов Тимченко трое детей – дочери Наталья и Ксения и сын Сергей, которые родились в Финляндии. Наталья Тимченко получила высшее образование в Оксфорде, а Ксения в Эдинбурге. Сергей окончил школу в Швейцарии, но вуз предпочел российский. Все наследники пошли по стопам отца, занимаются бизнесом и благотворительностью. Что касается досуга миллиардера, еще в молодости Геннадий увлекался спортом. Тимченко любит гольф, горные лыжи, теннис, в связи с чем оказывает серьезную спонсорскую поддержку российским теннисистам. Также Тимченко участвует в играх ночной хоккейной лиги вместе с другими политическими и экономическими лидерами страны. Миллиардер возглавляет хоккейный клуб СКА, является вице-президентом Олимпийского комитета России и председателем совета директоров КХЛ, а также был одним из основателей петербургского клуба по дзюдо Явара Нева, почетным президентом которого является Владимир Путин. С российским главой Геннадия Николаевича связывают приятельские отношения. Президент даже подарил Тимченко Ромми, щенка-любимицы Путинах лабрадора Конни.